Здарова ребята, совсем недавно нам показали iPad 10 поколения, классное, модное, давайте скажем так, устройство И в этом видео я хочу порассуждать, поговорить о нем и сравнить его с iPad прошлого поколения, с iPad 9 Обои с нового iPad'а можете скачать легко в моем Telegram канале, ссылку я оставлю и не забудьте, кстати, подписаться Начать я хочу с экрана, этих планшетов iPad 9 поколения имеет 10,2 дюйма Retina матрица с разрешением 2160 на 1620 пикселей А вот iPad 10 поколения имеет уже диагональ экрана 10,9 дюймов, собственно точно такой же, как и в iPad Air 5 поколения Дисплей Liquid Retina с разрешением 2360 на 1640 точек, естественно, получается, чем выше диагональ, тем выше разрешение Плотность пикселей 264 ppi у обоих, соответственно, плотность пикселей у нас одинаковая, здесь победителей нет По яркости 500 нит, что у того планшета, что у другого Ну и True Tone, конечно же, есть в обоих планшетах, и если мы подведем такой некий итог, сравнение дисплеев Конечно, iPad 10 поколения поинтереснее за счет того, что там чуть больше диагональ, чуть выше разрешение экрана Но, как бы, есть один главный минус, это та же самая прослойка между экраном и защитным стеклом Собственно, точно такая же, как и в iPad 9 Дисплей, что iPad 9 поколения, что iPad 10, классные, прекрасные, здоровские Я снимал обзор на iPad 9, можете посмотреть, ссылку я оставлю Там более подробно про все это рассказал И если вы будете пользоваться iPad исключительно посмотреть видосик, посмотреть, не знаю, там, YouTube-чик, кино, поиграть в игрушку То вы не заметите супер какой-то там большой разницы Ну, конечно же, iPad 10 будет поинтереснее за счет только того, что там чуть больше диагональ То, что находится внутри, а именно начинка железа всех этих планшетов Здесь тоже очень много всего интересного, опять же, в сторону iPad 10 поколения Apple A14 Bionic в iPad 10, собственно, точно такой же процессор, как и в iPhone 12 линейке Шесть ядер производительных и четыре энергоэффективных ядра Четыре ядра GPU и 16 ядер Neural Engine Соответственно, мощность процессора A14 Bionic, конечно же, даст большой гигантский запас хода для этого планшета А вот в iPad 9 поколения стоит предыдущий процессор, то есть Apple A13 Bionic, собственно, точно такой же установлен и в не совсем, извините меня, плохих и старых iPhone 11 Этот процессор имеет два производительных и четыре энергоэффективных ядра Собственно, то же самое, что и в Apple A14 Bionic Четыре ядра GPU и восемь ядер Neural Engine Соответственно, тут прирост производительности в iPad 10 поколения только в два раза больше Neural Engine Ну, не знаю, насколько это будет сказываться на производительности и опыте эксплуатации устройства в целом Производительности, я думаю, вы не заметите абсолютно никакой разницы Плюс-минус все будет одинаково, даже в каких-то сложных играх и сложных программах Уж поверьте мне, я столько лет использую iPad'ы, iPhone'ы, все плюс-минус одно и то же 64-256 постоянной памяти, здесь, собственно, у нас победителей нет, но маленький совет от себя Если вы берете iPad на долгую дистанцию, а именно так, наверное, iPad'ы имеет смысл брать То я вам советую брать максимальный объем памяти 256, потому что игрушку закинули, мультики-кинчики закинули Собственно, приложухи накидали и вот уже у вас память эта закончилась А расширить можно либо iCloud'ом, либо никак Поэтому советую вам брать 256 iPad'10 получил Wi-Fi 6, что очень круто Это быстрый Wi-Fi, у меня дома есть роутер, который поддерживает технологию И, вы знаете, на мой взгляд, это небо и земля Приходя к кому-то в гости или на работе где-то Я не могу просто пользоваться меньшей скоростью Это действительно дискомфорт И iPad'10 получил поддержку Wi-Fi 6 Это прям очень круто Такой, знаете, завидный плюсик вверх Ну и также Bluetooth 5.2 получил новый iPad Что касается предыдущего поколения, то 802 A11ac поддерживает планшет iPad'а 9-го поколения 2021 года Bluetooth 4.2 и поддержка 4G-сетей в то время, как в iPad'е 10-го поколения установлен модуль на 5G По камерам эти планшеты отличаются действительно кардинально iPad'а 10-го поколения имеет основной модуль Это 12-мегапиксельный широкоугольный объектив с диафрагмой 1.8 Поддерживается технология Smart HDR 3 4K до 60 кадров в секунду И режим Slow-Mo до 240 кадров в секунду Фронтальная камера имеет 12-мегапиксельный модуль с диафрагмой 2.4 Сверх широкоугольный объектив с поддержкой опции в центре внимания Возможность съемки видео ограничена на уровне 1080p 60 кадров в секунду iPad 9-го поколения имеет 8-мегапиксельную камеру с диафрагмой 2.4 При съемке фото поддерживается HDR 1-го поколения Можно снимать видео в максимальном качестве 1080p 30 кадров в секунду 12-мегапиксельная фронталка также поддерживает функцию в центре внимания Но она имеет гораздо меньший угол, если мы сравним его с iPad 10-го поколения Если подадите некий итог по камерам, то iPad 10, конечно же, в разы просто превосходит iPad 9-го поколения Но задайте себе вопрос Будете ли вы использовать камеру в iPad? Я, если честно, очень крайне мало использую камеру со своего iPad Pro 12.9 дюймов Но это прямо крайне редко В основном сканировать какой-то документ, возможно, вам придется этим планшетом Ну, хотя, чем черт не шутит, может быть, люди и фоткают Но эти планшеты используют его как основную камеру Почему бы и нет? Ну и давайте рассмотрим другие ништяки, которые прилетели к нам в iPad 10 По сравнению с iPad 9 Убрали разъем под наушники Все, теперь у нас нет ни кнопки Home, ни разъема под наушники В новых iPad'ах уходит практически плохо На смену приходят беспроводные AirPods И, собственно, проводочки пора уже, наверное, выбрасывать Что касаемо меня, я уже и забыл, когда последний раз подключал проводные наушники к iPad'у В основном, да, AirPods'ы вставил и что-то там занимаешься На iPad'е 10-го поколения есть очень крутой аксессуар Smart Keyboard Folio Который в разы лучше, на мой взгляд, чем стандартная клавиатура Которую можно приобрести отдельно, опять же, к iPad'у 9-го поколения Вот этот новый аксессуар достаточно интересный, на мой взгляд Клавиатуру можно отстегнуть и использовать как обычное фолио В общем, очень здорово В iPad'е 9-го поколения такой возможности нет Но, опять же, если вам нужна клавиатура, вы просто берете и покупаете клавиатуру Если нет, то нет Можно купить обычный чехол, вот как у меня, за какие-то там небольшие деньги Но, если вы берете iPad с точки зрения печатать текст То, конечно же, фолио лучше брать Type-C коннектор, наконец-таки, пришел в iPad'ы бюджетные, давайте скажем так И это дает большой плюс по сравнению с iPad'ом 9-го поколения Все-таки носить с собой и Lightning, и Type-C, вот как я это делаю Это, конечно, не дело Лучше приходить уже к общему знаменателю И благодаря Type-C можно подключать всякие сторонние аксессуары Типа камеры, принтеры, там, монитор внешний Для работы с iPad'ом 10-го поколения Это прямо, мне кажется, победа Оба планшета поддерживают Apple Pencil первого поколения, что очень странно И теперь, чтобы синхронизировать Apple Pencil первого поколения С новым iPad'ом нужно купить за 9 долларов переходник с USB-C на Lightning Вообще, какой-то, на самом деле, колхоз И, причем, этого переходника в комплекте нет Ну, насколько я посмотрел на сайте Apple Коробку, что входит в комплект нового iPad'а Идет просто провод и, собственно, блок питания Не сам iPad'а, это коннектор отдельно за 9 долларов Так как кнопку Home у нас убрали И это вылитый дизайн iPad Air 5 Соответственно, датчик Touch ID переехал в кнопку блокировки Давно все это напрашивалось И, наверное, это удобнее, да Потому что, во-первых, экран стал больше И какие-то новые, может быть, да, тактильные ощущения От использования планшета Все-таки iPad 9, да, это классический дизайн С iPad Air 2-го поколения Это было очень давно Этот дизайн не менялся И сейчас действительно все Apple выпиливает Кнопку Home, Lightning Разъем для наушников Переходит исключительно в такой, знаете, стиль iPad Air Последнего поколения Ну и, конечно же, цвета Прикольные новые появились в iPad 10-го поколения Мне очень крайне понравился желтый Теперь 4 цвета доступно И можете выбирать любой, какой вам нравится В то время как iPad 9-го поколения дает нам всего лишь 2 цвета Я озвучил, на мой взгляд, ключевые моменты сравнения этих двух планшетов Имеет ли смысл переходить, условно, с 9-го на 10-й? Вы знаете, очень спорный вопрос Ну, наверное, ответ мой будет таков Если вам хочется исключительно новый дизайн И если вам необходим жизненно USB Type-C А так, в принципе, плюс-минус по железу, по производительности Все будет одно и то же Конечно, iPad 10-го поколения во всем превосходит iPad 9 Но, опять же, задайте себе вопрос Получите ли вы максимальное удовольствие И упростит ли вашу жизнь переход с iPad 9 на iPad 10? Я бы еще чуть-чуть подождал бы И посмотрел бы, сколько в итоге будет стоить iPad 9 Потому что iPad 10, да, классный, здоровский, прекрасный Но, по идее, цена на iPad 9-го поколения, прошлого Должен опуститься, ну, хотя бы, не знаю, может быть, давайте на сером рынке Скажем, тысяч до 22-21 И тогда я бы очень так рассматривал бы к покупке iPad 9-го поколения А если у вас iPad 7, 6 и туда вот ниже То, конечно, лучше рассматривать, наверное, iPad 10 Все-таки свежий дизайн, Type-C Вот это новое фолио, свежий процессор Вам, наверное, больше радости доставит Вот такое вот у меня получилось рассуждение Надеюсь, я ответил на какие-то ваши вопросы Напишите, пожалуйста, в комментариях Вообще, как вам iPad 10-го поколения? Имеет ли смысл его брать? И вообще, напишите, какой у вас сейчас iPad Мне будет интересно почитать У меня уже, как несколько лет, iPad Pro 12.9 дюймов И я менять вообще его не собираюсь Ни на прошку 21-го года, ни на прошку 22-го года Мне, в принципе, этого хватает Классная вещь Особственно, выручает меня постоянно Вам здоровья желаю Дальше больше, подпишитесь на канал Чтобы не пропустить новых видео Пока